Субтитры создавал DimaTorzok Айтан все-таки явился хотя бы по видеоконференц-связи Нам это стало известно от судебных приставов на входе в здание суда Они сообщили, что по видеоконференц-связи предположительно сейчас выступает Юсуф Айтан Дальнейшей информацией, я думаю, нам скажут подробности сами адвокаты после окончания судебного заседания Саумас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в Киевском районном суде состоялось очередное судебное заседание по так называемому делу Ведже Кашка Сегодня на заседании наконец-то нам удалось допросить потерпевшего одного единственного Юсуфа Айтана Единственное, не удалось нам увидеть его вживую Он в здании Киевского районного суда отсутствовал, участвовал по видеоконференц-связи Предположительно из центрального районного суда города Симферополя В связи с чем он не явился в суд нам неизвестно И почему участвовал вообще по видеоконференц-связи Остальное коллеги расскажут Да, ну долгожданный потерпевший, очень долго все его ждали И было очень много вопросов на сегодняшнем судебном заседании Все вопросы я не смогу пересказать Их было очень много Как от защиты, так и от наших подзащитных Но выделю только несколько очень важных Которые проявляют свет в данном уголовном деле, так скажем Например, он, когда начал давать показания Говорил в начале допроса, что в его адрес поступали угрозы Там от наших подзащитных Но самое интересное, уже в середине допроса и под конец допроса Он вовсе говорил, что из всех четверых подсудимых Трое ему не угрожали Ни физической расправой, ни другим способом А мой подзащитный Асан Чапух Он лишь, как со слов потерпевшего Он лишь пытался разобраться в той ситуации Относительно денежных средств Которые он задолжал ВИДЖИ Кашка И не более того То есть все четыре, по сути, как это указано в обвинении Угрозы ему никаких не высказывали Кроме этого, на мой вопрос относительно некого Арсена Чапуха, который указан в протоколах его же допроса То есть допроса потерпевшего Потерпевший сегодня сказал, что он не знает никакого Арсена Чапуха И никогда с ним не виделся А подписывал ли он такой протокол, он просто не помнит Хотя на самом деле в протоколе указывается некий Арсен Чапух Который встречал его возле кафе Маракан И дальше проводил в помещение кафе При этом в этих протоколах имеется подпись Айтана Юсуфа Но сегодня он сказал, что он не помнит Подписывал он их или нет И не знает этого Арсена Чапуха Так называемого Ну и такой очень важный момент для защиты На вопрос, какую денежную сумму требовала от Айтана Юсуфа Веджия Кашкар Ахметля Он сказал, что 7 тысяч долларов И он написал эту расписку При этом угроз в момент написания расписки никаких не было Единственное, что было, это Ну, я так понимаю В форме шутки было Что если ты, взяв деньги, не хочешь отдать эти денежные средства То мы людям расскажем Какой ты есть человек Что ты берешь деньги, не отдаешь эти деньги Ну и, соответственно А тебе узнают В месте, где ты родился То есть это на территории Турции Вот все, что было, не более того Хотя В самом обвинении там все не так Там очень много угроз Которые сегодня, кстати, потерпевший не подтвердил Что очень важно для защиты наших подзащитных У меня все осталось Хочу добавить, что не нужно еще как бы Есть еще следующее заседание Еще не оглашали показания самого потерпевшего Что будет сделано в следующем процессе 28 числа Я думаю, что суд пойдет по этому пути Надеюсь, что потерпевший 28 числа Также будет хотя бы по видеоконференции присутствовать Чтобы он только пришел, главное Чтобы могли прийти и наши свидетели Которые будут заявлены Чтобы они также могли В перекрестном допросе Задавать вопросы Этому потерпевшему Очень много неясностей Неточностей Которые необходимо будет устранять Именно в этом допросе В следующем заседании Поэтому, скажем, загадывать вперед не стоит И нужно просто Очень серьезно подготовиться В следующем процессе Главное, чтобы этот потерпевший Присутствовал на процессе Чтобы мы имели Хотя бы по видеоконференции Имели возможность Ему задавать вопросы Вопросов очень много Да, на сегодняшнем заседании Судья не рассмотрел ходатайство Айдера Об оглашении протоколов допроса В связи с огромным количеством противоречий Суд, я думаю, это сделал намеренно Для того, чтобы Выбрать позицию Стоит ли оглашать Либо не стоит оглашать И все вот эти противоречия Для того, чтобы Впоследствии устранить На мой взгляд На мой взгляд Вот как адвокат Уже это самое Я думаю, что Потерпевший При придаче показаний Все-таки Присутствовал какое-то лицо Потому что он всегда Куда-то заглядывал Куда-то там И Я считаю, что В зале заседания Все равно кто-то присутствовал Его консультировал Я думаю, что В следующем судебном процессе Также Это будет Имеет место быть Просто необходимо готовить Наших Наших свидетелей Наших Свидетелей защиты Чтобы они имели Веские вопросы На которые Потерпевший Не мог просто Уйти от ответа Вот необходимо Вот эти все моменты Поготовить Все, шау 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 Анаэнда Брьялдан Зиаде Бумак Кемелер Кечен Нейсе Бугон Бо Ай Юсуф Айтан Бейдау Бо Альфон Деджем Бо Аферизму Бо Бо Бинага Келмея Конференция Дан Кечкен Ахмеч Деджем Болем Ашалады Уйдурма Нелер Арсен Чапухун Сандан Тапты Болары Деджем Болем Болем Икен Бо Хачан Алды Бо Шин Хачан Алды Огы Аслы Охадар Ахча Алма Ган Алардан Бо Продолжение следует...